Не только хлебом, но и зрелищами депутаты областной думы решили поддержать социально незащищенных ярославцев. Парламентарии предложили предусмотреть в бюджете на следующий год средства, чтобы многодетные семьи, ветераны, инвалиды, одинокие мамы с детьми могли бесплатно посещать театры, концертные залы, музеи. Какие еще предложения прозвучали в облдуме, где во вторник прошли заседания трех комитетов, знают мои коллеги. Спортплощадки важно не только построить, но и в порядке содержать, чтобы эта территория была безопасной для занятий. Эту тему подняли областные депутаты на Домском комитете по образованию, культуре и спорту. В крупных городах предложили создать специальную дирекцию, в ведении которой передать спортплощадки и предусмотреть в бюджете средства на их охрану и ремонт. По-прежнему много заявок поступает от муниципальных властей на возведение новых объектов. При их рассмотрении будут учитывать, как содержится уже сделанное. В случае, когда мы выделяем немаленькие деньги, а минимальная стоимость площадки порядка 2 миллионов 600 тысяч рублей, через буквально год использования они приходят в ненадлежащее состояние. Директора школ в первую очередь ставят вопросы дополнительного финансирования на то, чтобы содержать это спортивное сооружение. Сегодня мы поставили перед агентством по физкультуре и спорту этот вопрос, хотя он касается не только агентства, это даже в первую очередь вопрос глав муниципальных районов. Еще одна больная тема. С этого года вступил в силу федеральный запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет. В регионе ощущается острый недостаток туристических автобусов, которые соответствуют этому правилу. Между тем, в будущем году грядет большой юбилей – полвека туристического маршрута «Золотое кольцо» и в Ярославле делают ставку на привлечение туристов. Еще одно предложение парламентариев касалось создания интерактивного портала, который будет отражать все основные события культурной жизни города. Интерактивный портал, он у нас существует в области, но он абсолютно пока не читаем. Данный портал должен иметь наполняемость хорошую, постоянно, еженедельно обновляться информация на этом портале, чтобы люди из ближайших регионов, да, из ближайших областей, Московского региона и так далее, когда планируют отдых или свои выходные, могли видеть, что вот буквально в 250 километрах Ярославской области проходит какой-то фестиваль. Но уже сейчас есть опасения, что при утверждении бюджета ряд программ могут подвергнуть секвестру. Депутаты потребовали, чтобы это не коснулось зарплат бюджетников. Эти статьи должны быть защищенными. Потребностей в регионе много. Как прозвучало на Комитете по градостроительству и дорогам, полтора миллиарда нужно на обеспечение квартирами, ставших совершеннолетними детей-сирот, которые покидают стены интерната. В такой очереди сейчас стоят 1044 ярославца. В 2013 году предоставили 101 квартиру, в 2014 – 185, в 2015 – 410. Прогноз этого года – 251. То есть, по сути дела, для выполнения обязательств на сегодняшний день, если вот учитывать очередь, которая сейчас имеется, необходимо где-то денежных средств – это полтора миллиарда рублей. Еще одна горячая тема – в будущем году заканчивается программа расселения ветхого жилья. И как будут дальше поступать с аварийками – пока не ясно. И, как всегда, актуальна дорожная тема. В частности, стоит вопрос, так называем, Корабулинской развязки. Сегодня в областном бюджете заложено 165 миллионов рублей на этот объект. И, естественно, если мы приступим к ее реализации, я считаю, что ее надо делать, то с дорожного фонда мы можем увезти значительную сумму денег, которая не достанется другим муниципальным образованиям. Поэтому, чтобы данный проект работал, обязательно надо выходить на федерацию, и оттуда обязательно должны поступать деньги. Иначе мы просто с этим объектом не справимся. На какие депутатские предложения найдутся средства в казне, станет известно позже. Ожидается, что 31 октября региональное правительство внесет в Думу проект бюджета на будущий год. Пока, по большинству статей, депутаты рекомендовали сохранить финансирование, как минимум на уровне этого года, и готовы отстаивать свою позицию.